И там, ну, ветеран, типа, но она сложная будет. Я проходил её на Нормале, но у меня ограниченное время было, чтобы с ней знакомиться. А вот это Ultimate, что, это и значит ветеран, или это значит что-то другое? Ultimate, это, типа, ну, самая последняя сложность. Сейчас я гляну. А, нет, Ultimate мы, значит, проходить будем её полностью, типа. А, или нет? Я считаю, наверное, какую-то... Curse of the Moon. Там просто, вот, есть Nightmare, Normal, Ultimate, и здесь ветеран и casual отдельно деление. О, говорит, касс, покупай, на что я тебе её куплю. Ещё раз говорю, почку у меня купи, тогда поговорим. Верни, Сечка, давай поговорим, потом покупаешь почку. Почему ты хочешь продать почку и не чтоб тебя задонать? Потому что я не вымогатель, донаток добровольное пожертвование, правильно? Типа, я... Не прямо выпрашиваюсь! Ты не выпрашиваешь. Ты же предлагаешь контент после этого. Что с микроидом? Всё с ним нормально, просто, типа, я же сейчас в Дискорде, ну, мой голос транслирует через Дискорд, поэтому, наверное, качество микрои. А что у меня не так с голосом? Нужно? Не знаю, всё отлично, всё как и было. Всё как три года назад, когда мы познакомились. Микрофон, кстати, поменялся. За три года-то. Или подожди. У меня был Самсон, сейчас у меня аудиотеха. Да. А, да, кстати, офф-топ небольшой. Ты мне рекомендовал залезть на один сервер. Я залез на него. Что за сервер? Которая Мэйзината. А, это и чё. Вот. Ну, круто. Ну, просто там пришёл какой-то чувак, потому что я начал говорить, что фигня какая-то. Да, да, да. Я не стал с ним смотреть, потому что я сам немного сидел там. Скорее всего, это была пиар-команда того сервера, на котором я играл. А, ну, динаер. Ну, нет. Это амибо спайка виджеты, как я понимаю, правильно? Да, 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 да. Типа Мариус. Не, мне там... Что? Ну, просто безнадежный материал. Я люблю это. Блин. Что он там раскрывает? Бэкфордов шнур? А, я думал по динамиточке. А, это подстаканник похоже? А, ну, я такие штуки в детстве по сжигателям делал. Да, сам такие штуки делал. Трафарет берёшь, напиливаешь, карандаш. Типа Лол, или... А, нет. Можно через копье. По сжигаю. Да? Начинаются у дискорда лаги. Нет, это нормально. Да нет, ненормально, посмотри в чат. А, вижу, да. Ну, если чё, мы перейдём просто в Steam. Я робот-комментатор. Я должен комментировать спидраны. Да, вот. Мне быстро пишут в генерале, что требует восстановления справедливости. Не было троечки. Всё, всё. Да. Глаза. Не, ну пусть влагает эту связь. Но с Steam все равно всё. Ну, ты, чё... Мы, на себя, обоисим? Потому что у меня, например, Casper не обоисит. Ну, у меня, я вижу, кратенькая полосочка. А ту? А ту? Не просто смайлики кидают. Я тоже надо заиграл. Ну, я перезошёл. А может быть сервер стоит поменять? Не, у меня отличная связь. Вот теперь всё хорошо, да. Да. Да, я согласен. Вот с Синемалиодос. Такие себе призы у нас на рафле в этот раз. Да. Обычно чё-то прям такое очень... Обычно кастомные консоли какие-то, я не знаю, коллекционные издания игр, а тут чё-то прям... Да, да. Вещи, которые не купить на ebay и на али. А тут... И не сделать в помощи выжигателя. Заметь, Red Bull до сюда добрался с ISA. Блин, я хочу Red Bull. У меня стоит, я закупился. Перед сегодняшним. Ну, я тебе не весь день каменчу и пойду. Так, всё, всего доброго. Сэмис прейл. Это огромное. Посмотрите, детали, шейдинг, мелфон. Это перфектно. Я люблю этот парлер. 15$ минимум донатации. Ну, вот из бисера саму сделали. Вот это клёв. Опять же, куда эту купаться? Лучше таким оттуда. На дверь в туалете с обратной стороны. Да. Пока ты проводишь акт дефекации, тебя охраняет саму саром. Хорошая идея, кстати. Но у меня зеркало с той стороны есть. Ну ладно. Ну дорого чё-то вообще. Минимум бит 200 баксов. Вообще бисерные продукты не дешёвые. У нас тоже есть локальные фишки. Можно купить, помню, Аллигатор в своё время. Помнишь? Раздавал штучку, купленную какой-то девочке, которая делает миниатюры по играм. Такие, в рамочках. Я забыл, как это называется. Там Бадунул что-то покупал. Я не знаю, может чат сообразит. И опять снова с нами Спайк Виджита. И почему-то у нас куча интервью. Да, и Symphony of the Night от Dragon Blitz будет. Кстати, Dragon Blitz ныне VR-держатель. На записи этого VR присутствовал сам Ромскаут. Сидел, болел, орал там в конце. Просто смотри. Ну, молодец. Да, и он рассказывает, что вот в возрасте в два года или в двадцать четыре начал серьёзно заниматься играми, интересоваться им. Видимо, он имеет имущество гранит. Тоже. Ну да, кстати, The Rap же правильно сказал. Диарама это называется. Потому что я имел в виду тот свой мерч. Да, Castle of the Night, Symphony of the Night, это очень известная игра среди спидранеров. И что уже постоянно заставляет людей возвращаться к ней? Что в ней? Там около двенадцати категорий. И вот ты недавно рекорд поставил. Это моя любимая игра вообще. И даже вот просто в казуальном смысле. Я играю в неё хорошо, она мне нравится. Она очень глубокая в том, как из нее устроено передвижение, боевые какие-то механики. И она очень награждающая в том, как она сделана. Спайк говорит, а я-то вот что-то не нравится мне. Ты играю, мне мало играл. Да. И вот я когда её увидел, да, я обнаружил, что в ней двадцать семь инпутов, которые можно по-разному использовать. Я такой, вау, что я в неё сейчас не делаю. Это не так уж много. Ты со временем просто... Усваиваешь всю эту штуку. Но там есть очень много пространства для улучшения твоей скилла. И различных дополнений, особенно когда ты поднимаешься на высокий уровень, там можно уже говорить о сохранении фреймов там и так далее. Мы видели различные категории. All Out Bounds, мы видели All Bosses категорию. Все реликты и Спаси Риктора. Да, некоторые из них достаточно медленные и скучные. Да, и вот постоянно появляются эти категории, да, дополнительные, потому что комьюнити постоянно выливает себя, вот отдает себя этой игре, как сцена её развивает это хорошо. Да, вот эту игру даже приятно раутить, в общем-то. И, возможно, этим она даже интересна. Там, ну, всегда есть люди, которые хотят что-то посидеть там, подумать по-другому, представить спидранты игры. Ну, и как ты вообще думаешь, да, а есть ли конец у этого всего процесса, да? Я попробовал вообще... Ну, вот, ну, я пытался искать для себя другие игры, которые бы я спидранил, но вот NAC я никакую игру не любил, кроме этой. И только я в ней... Ну, то есть, я... NAC оптимизировал только эту игру в своём исполнении. Да, и Discord до сих пор обнаруживает различные кличи и прочие штуки. Да, я вообще играю на стриме казуально тоже, ну, и мне нравится заниматься спидрантингом вообще. Это был Dragon Blitz из Spike Widget. Да, но... Да, и тем временем мы... Переходим к Bloodstain. А, мы не переходим ничего, мы сидим в комнате ожидания. Нас ожидают. Да, кто там встал? Кто там встал? Мы с этим рады. Никуда не идем. Смож это став. Вот, такое интервью. Вообще, что-то надоелить интервью через каждую игру буквально. Что тут? Всё лучше, чем сидеть и смотреть на... Всё лучше, чем смотреть на чуваку, который посидёт в зале. Хотя... Да, они тоже привольные. Танцующий папочка был. Но он был. Был. Да, да. Был сегодня днём. Мужчина в возрасте танцующий. Может быть, это тот самый, который сюда приходит. Ну вот, например, вот этот большой мужчина, который посидит, он тоже часто приходит. Может, даже каждую. Вообще, тут лица повторяются, если честно. Да, это просто... Это просто... Очень дешёвая разработка, этот ваш ГДК. Тут очевидно... Это просто гибко. Три текстуры на всех неписей. Типа... Отзевидно, Ctrl-C, Ctrl-V. Вон, на заднем плане, лесенки видно. Теселяция отвратительная, анти-теселяция. В смысле... Ambient Occlusion вообще выключен. Скайбокс палевный, посмотри там. Зато смотри, какой блюр. Полторы текстуры на стенках и палуют. Что это такое вообще? И мы переходим, тем временем. Ааа, Bloodstained. Да. Проклятием Луны. Помараной кровью. Проклятием Луны. Так звучала эта игра по-русски. И, значит, там два комментатора ещё будут. И три вообще всего. Все вроде... Ветеранку звал. Ультимейт, ветеран. Выбираем. И сейчас начнётся таймер. Итак, то, что вы сейчас увидите, это 8-битный дмейк, который был дополнительной наградой за донаты на... На этом какого... Кикстартере. Вот. И... Хочется отметить, что игра... Ну, дмейк этот сделан просто потрясающий. В него приятнейшая игра. В него приятно просто передвигаться. Анимации, атаки и всего вот того вот очень здорово сделаны. Я молчу уже про музыкальное сопровождение, которое достойное прям более чем. Есть, скажем так, разные пути прохождения. Соответственно, мы сейчас увидели, что... Слова подолочка. Есть комнаты тупики, которые вы можете использовать для того, чтобы найти какие-то там еще пауэрапы. Те задники, которые вы видите, тоже видите, что они все анимированы. Очень здорово. Короче, игра с технической части выполнена прям потрясающе. Это прям та игра, которую я бы хотел именно полную. То есть не просто как дополнительный дмейк, а как полную игру. Это, типа да, действительно как суперкослование 3 здорового человека. Ну, вообще такая рисовка, напоминающая еще Area of Sorrow на геймбое. Ну, по крайней мере, персонажи во многом так прорисованы. А вот первый босс у нас будет локомотив, который будет сам в себя загружать уголь. Потрясающе сделан. Типа дизайн боссов и дизайн монстра вообще 10 из 10. Наверное, самый медленный босс, его дольше всех убивать. Да, и причем тут многие боссы будут завязаны... Ну, вернее, многие боссы, скажем так, сами будут подставлять себя. В том плане, что они будут проводить некие анимации. И с помощью этих анимаций вы сможете добраться к их виг с потом. Ну, то есть к спадам точно. Он квитил почти. Ну, он за 2 цикла, ну, за 3 полноценно убивается. После вот этой атаки он удалил. А, это Deathrattle был. Все уже, да, нет. Все за 2. Да, стоит отметить Deathrattle. Простите, это моя птица. Птица, я комментирую, пожалуйста, будь потише. Спасибо. Нет. 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 Тихо. Сейчас я уберу, прости. Хе-хе-хе-хе-хе. По-моему, было весело. Хе-хе-хе. Вот. А пока стоит сказать, что мы открыли новых персонажей. Ну, для девушки. Вообще главный герой владает мечом. И дополнительная атака у него это цель. Вилькнут. А у девушки основная атака кнут. Дополнительная может быть несколько. Ну, в принципе, у главного героя тоже. Например, он может делать огненный круг у себя. Ну, он вообще не поднимал. Допспособность. А у девушки пока дополнительная атака это только мечи. Ой, мечи, господи, эти кинжал, которые мы... Да, это попугай. Резвый. Однокалинать. Доблслайд. Меняемся на девушку. Вот сколько я понимаю... Я почти Джон Трон, но моя птица поехала. Как я понял, главный герой, в отличии от девушки, умеет высоко прыгать. Но при этом она умеет делать хороший подкат. Увидели, да, уже как бы на каждом уровне мы открываем какого-то нового персонажа. Зангетсу, к слову, здесь, который является главным героем, он появился последним в Ritual of the Moon, то есть... Ой, Ritual of... Ritual of... Ну да, Ritual of... А, Ritual of Night. Тьфу. Мать-пери-мать. Он появился последним, его заанонсили последним уже после Rework Artwork'а. Rework Artwork! Уф. Ээээ... Эээ... Да. Зангетсу, ну то есть, типа... Зангетсу это имя назывное, я бы сказал. Правильно, как это называется? Правильно. Я бы знаю, что сейчас фанаты Blitz'а такие... Оооо, Зангетсу? Нет, это другой Зангетсу. И вообще никакого отношения не имеет к вашему. Я не разбираюсь со всем этим, извините. Я тоже, не смотрю, не мы. Не, я сварю, но я вот это не... У меня есть дела поважнее, например, в депрессии. Ха-ха-ха-ха. Тем временем мы идем ко второму боссу. Должен... Долгий. Хотя вот ранее отмечаешь, что самые долгие это бород. Не первый самый долгий? Долгий? Ну еще посмотрим. Но он достаточно сложный. У нас появилась новая доп. способность у девушки. Это топор. Топор – самое сильное оружие в г.м. Но если больше всего урон. Да, и помахнулся один раз топором. Чего страшно. Он будет использовать дополнительную способность главного героя. Это заряженная атака мечом. И все. Эстимейт полчаса выезд. Проходится она на самом деле, но на ветеране в казуальном режиме, наверное, часа. Ну, за два. Она коротенькая. Это очень печально. Но эстимейт 28 минут у нее. Вообще, у неё казуальное прохождение часто 2 занимает. То есть, тиммейт сколько? 28 линейных, на что вы все знаете? Она потрясающая, игра прям великолепная, в плане того... Ну, опять же, если вам нравятся Castlevania и Metroidvania, но это не Metroidvania, она абсолютно линейная. Вот, но это действительно та Castlevania, которую бы хотелось видеть тогда. Тем временем мы открыли новый персонаж, это Мак, который может создавать вокруг сигнал Огеный Круг. И у которого самое меньшее количество ХП. Да, он вообще стреляет просто магией, но мы будем обычно комбинировать героев, например, использовать вот сейчас огненную защиту на Зангетсу. А, нет, ну окей, мы используем по-другому, можно иначе сделать. Хорошо, огненный щит защищает нас от пронжектайлов на этом уровне очень полезно. И здесь, в отличие от Castlevania, нормально написано, сколько вот у вас доп. вэп она осталась, сколько вы можете его использовать. Различные дополнительные ПЛЫ стоят по-разному, ну это понятно. Вот, допустим, сейчас поменяли магу на Заморозку, которая позволяет использовать врагов как выступы. Ну и вообще, основная магия для прохождения. Потому что будет у нас лучшая излюбленная комбинация на всех последующих босс. Это Заморозка и Удар к Багу. А, ну дэмэдж бустит. Давай, давай. Не знаю, Кирлим рассказал про механику того, что если у персонажа теряется хп, то он погибает. И поэтому у каждого персонажа отдельное хп. Ну это, кстати, механика взятая из немного других игр. Я правда забыл, как они называются. Пару раз встречались на марафонах тоже. Была такая игрушка, где можно было тоже превращаться в разных чуваков. И там тоже у них была отличная хп. Голд Хордер. Потрясающий босс. Один из самых, наверное, моих любимых в этой игре. Лучше Макдак. Во-первых, он выглядит просто потрясающе, как по мне, типа очень сильно. Во-вторых, механика вот эта вот с передвижением обеими руками куча золота. Которые, собственно, разрушаются, кстати, от ваших ударов. И вам нужно использовать их в качестве платформы для того, чтобы добраться к его викс-котов. Викс-кот. В общем, мы здесь видим, конечно, довольно быстрое прохождение всего этого. Но я крайне рекомендую вам попробовать. Те, кто знаком с жанром платформера и с жанром Салвейни, вам обязательно понравится. Опять же, игра очень короткая, но... То, как здесь работают механики. Механики атак, механики передвижения, механики дополнительного оружия. Это... Ну, я не знаю, когда я играл, я получал от этого очень большое удовлетворение. Это действительно как Салвейни, которая должна работать правильно. Ну, здесь следующий персонаж, который мы открыли, точно не Алукард. Эээ... Дефинитно не Алукард. Сто процентно не тот парень из Symphony of the Night. Это точно не он. Эээ... Даже не похож. Эээ... Он даже не похож. Эээ... То, что он превращается в летучую мышь, это всего лишь совпадение. Его плащ абсолютно не напоминает плащ Алукарда. Эээ... Эээ... Это... И атаки, кстати, его тоже не напоминают одну из магии Алукарда из Symphony of the Night. В общем, ребят, это точно не Алукард. Эээ... Ну, в общем-то... Эээ... На ранних стадиях разработки игры его так и называли. Эээ... 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 Там тайминг нападом. Эээ... Ну, как видим, летучую мышь используем для того, чтобы сократить путь просто. Не ходить по этой лестнице. Эээ... Эээ... Ээээ... Ээээ... Я сомневаюсь в гендерной предназначенности этого не Алукарда, потому что... Зовут его... Её... Джибблс. Или его... Я... Не уверен, она или он это. Но это, собственно, и не важно. Главное, что это не Алукард. Сто процентно это не сын Дракулы. Это не тот парень из Symphony of the Night. Ээээ... Ой, эээ... Хорошо. Прикольно то, что можно трансформироваться в любом месте где-то... В прыжке даже. А за бантик Серомана за спойлеры? Не переворачивайте имя Алукарда, пожалуйста. Давайте баним всех. Не надо. Пусть подерите. очень своеобразные комментарии рассуждения про боссов за double dragon еще один босс наверное самый такой своеобразный и тут надо очень четко попасть заморозки посерединочки и вот так то париком еще 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 какой дриблинг ждем ждем он дует на нас замораживаем и бьем топориком и еще топориком и минус голова головы тупая голова тупого головы кстати босс без дефа следующий босс будет немножечко отходить от канонов кислой не вот здесь мы впервые используем самоподжог вообще да по сюжету зенгетсу он как бы типа проклят демонами имеет демоническую силу и поэтому ну внезапно решил посвятить всю свою жизнь борьбой с демонами это тоже не референс точно не аука как по мне даже ну помимо того что казуальное прохождение играется и выглядит очень красиво и приятно даже спидранерское прохождение она выглядит ну честным что ли то есть здесь да я понимаю мы не используем оба если бы мы использовали оба это было бы ну вообще кошмар потому что мы проваливались через через каждый потолок через каждую стенку и проходили бы другу в разы быстрее но даже сейчас то выглядит очень красиво за счет как разработчики которые стараются делать игры старые или закосом под старые игры умудряются справляться с ограничениями я считаю что это прям отдельный вид искусства в ограниченную палитру в ограниченное количество нот в саундхеке сделать что-то действительно красивое опять же на любителя красота вещь субъективная но как по мне это прям потрясающий пример того как можно сделать игру с большим количеством ну вообще-то конечно последствия народные меланхолии в принципе неплохой да и вот у нас еще один босс который сложно попасть надо подловить тайминг он намного более мобильный и его хип-бокс намного меньше чем эти матчи упала от молнии прям по-другому подписающим да и это дефреттл кстати уже два удара все понимаете ворубь как традиционный кастлвеннии games it counts down your remaining weapon energy на этом уровне можно поднять предмет который называется рукавицы да вот эта штука увеличивает на один урон всех героев но на самом деле насколько я понимаю это не особо вылезает да один это меньше чем три квикмасс так и здесь появляются враги возможно референс к знаменитой серии clock tower с ножницами такие убийцы железные деревянные сайт из них впадают тут как бы референсов очень много что они прям везде везде кроме четвертого персонажа это точно не референс смотрите ролика девочки в костюмах почему они нам враги не очень понятно потому что ты страдаешь от него не страдаю что я делаю страна я нельзя мне рот вот много у кого болит я буду комментировать завязанного колба зато болеть нибудь то здесь есть ванная и тут элизабет баттери мадам батареем она будет час насылать ураганы мы их будем использовать как штуки на котором а зонтики мадам батаре это насколько я помню она появлялась и в косовый ней bloodlines вот в реальном мире до упалась в крови девственниц вот считала что это очень неплохо для ее позже воды помогает здесь сложный момент наверно перед от которого не просто нужно уклониться еще и разбить там определенное место чтобы получить его мы тоже осуждаем этот враг даже не ожидал что к нему сзади могут зайти сразу нам глаза бьет обилие платформ которые тупо своим наличием вызывают диссонанс особенно у тех кто играл в салвейне все понимают что есть движущейся платформы на час 5 . будет рваться направо и налево ну как ну да обычно там летает много медуз таких случаях здесь сложный платформинг здесь постепенно возникающие формы здесь он честный он сложный но он честный а когда у тебя есть у карты блин хорошо когда есть только обидно что в этой игре его нет но его нет но есть человек да снова нужно нужно подражаться картиной до художественное искусство для неудачников вот но это платон же говорил что он вредит вот она у картины ненавижу картины чертовы галереи что продуктовых построили они вроде бы ты га не джоджу 15 долларов вайс 64 и визит так и и так а а это 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 у у у у у ну там донаты в общем с мемами вот мы пришли до босса хамелеона это не последний опасный босс на самом деле но если вы его не замораживать вообще мне кажется любой босс в этой игре если вы его замораживать он ничего не может сделать кроме подобных и вы его убиваете но он горит и слышь ты как бы порежу не знаю можно и такой каспер говорит но в ритуале этот босс кстати каспера играл ли ты сейчас немножко скажу в этом уровне самое интересное что за нами гонится рой мух которому убегает но он достаточно на триггер на триггерах есть поэтому ничего страшного я хотел спросить каспер играл ли ты в к словании на поездно да я играл проходил леймент of innocence и вторую трогал не проходил скучно не прям ну типа не так освоение с которой я бы посоветовал знакомиться изначально типа с ней несомненно стоит познакомиться если ты прям хочешь ознакомиться все серии но я даже не осознал типа ты же как бы это же как бы типа чуть ли не первый из бельмонтов у нас ли он да там он получает кнут от какого-то еще дедульки живущего в лесу в общем такое типа я единственное хочу хочу сказать почему я вообще в принципе начал не играть не то чтобы это жил потому что там озвучивал одного главного злодея лайма брайан такая история такой на нас где досят эти это лестнице я на получил наш адрес но мы справились 192 168 00 давай ломай его для базы как у любого нормального босса ну это конечно не финалка восьмая какая-нибудь где у босса 12 фаз и здесь мы включаем просто щит муки нас не трогают когда мы их под щитом стоим балдеем бьем мечом ну и по сути мы наносим двойной урон потому что щит не просто защищает но и дамаж а ну окей сейчас он дополнительный который мы подняли влияет еще на этот щит и это делает его лучше видим что вот это вот фаза который сейчас мы наблюдаем подобное я бы сказал что это отсылочка наверное к со вене bloodlines где был босс тоже на вершине башни башни тоже крутилась только там это вызывало рвотные рефлексы потому что это было сега дженезис это да это с одной стороны выглядела очень круто с другой стороны мешало понять перспективу где находится противник здесь это выглядит более-менее прикольно он в этот раз он по-другому прошел время да ну кстати это получилось медленнее в итоге башни раз он здесь и узнал заморозку с топором и было отличным я не знаю куда он делал эту заморозку или что он не использовал ну ладно хорошо да ангетс обнимает черную сущность шарик черный лего в прохождении игры мы видим черный экран с белыми надписью классика да главного героя могли бы называть black hole man зачем он обнимал шарик каждому нужны объятия просто кому-то не хватает любви чем еще спросить за кемокура зачем нужны шхитыщи в симфонии узнают зачем в каспер купил попугая я его не покупал не подарили все каспер подарили потому что я хотел попугая видите но все равно его хотел но мы не знаем что с ним на самом деле произошло пожертвовал ли он собой или нет у него демонические силы которые позволят ему бог из машины выжить в речо логаной да все смотрие но дальше скучные игры закончились начинается самая интересная игре струй Хе-хе-хе. Нормально у вас там. Так, че, а я на секунду отойду. Напоминаю, что вы смотрите официальный рестрим. SGDQ 2019... 2019 же, правильно? Сейчас девятнадцатый год, немножечко пытаюсь. SGDK, правильно? Да, у нас S2P. Summer Games Unpig. Вот. Собственно, это марафон, на котором скороходы, они же спидораннеры, они же люди, которые любят проходить игры не просто так, а на скорость. Проходят игры не просто так, а на скорость. И собирают при этом деньги на благотворительность. Фонды, типа, MedicalSong Frontiers. Вот. Обязательно ознакомьтесь с ссылками в описании канала. Там будет много интересного. Готовьтесь к следующему учебному году. Ну, пока не готовьтесь, пока, естественно, смотрите марафон. Типа, следующий год подождет, а вот марафон вряд ли. Марафон ждать не будет. Мы тут по-быстрому вообще это все проходим. Если вас интересует, будет ли та или иная игра, когда она будет, ознакомьтесь с командой, у вас в лицательный знак R. Ознакомьтесь с расписанием. Да, и помните, пацанаши определённые не елуповки. И обязательно подписывайтесь на настоящих комментаторов. На всех комментаторов нынешнего ивента. На меня можно не подписываться, потому что я стримлю раз в 500 лет. Нет, я слышал тебя вообще забанили. Кто? Ну, там в чате кто-то говорил. Машнили, да? Машнили. Сейчас, сейчас чекну. Может быть и забанили. Это давно было, давно было. Не, я много чего стримили такого. За что можно? Что вы? Я последнее время стримлю всяческие РП. В GTA 5. Видосики. Майнкрафт. Вот, Майнкрафт я люблю, да. Пояснилось, Петр Ана. Ну, короче, это того самого. Чё там, как там было-то? Пацаны, значит, собрались такие, говорит, ну мы же не фуфилы какие-то так на шару игры проходить, да? Это же казуалы обычные проходят только так, слева направо. Мы же с вами, пацаны, нормальные, правильно я говорю, да? Вот. И один из них говорит, правильно, а чё ты можешь предложить? Он говорит, да мне вот какая маза, говорит. А чё, давайте, говорит, таймер поставим, кто быстрее. Вот, ну как бы, типа, я смотрел спортсмены, чё-то там, короче, это, того самого. Может, мы так же сделаем? Ну, вот эти пацаны, значит, собрали, взяли пиваса себе, там, семок, значит, вот. Залезли в подвал. Понаставили себе Nintendo и всяких, и Sega, там, других консолечек, вот. Подцепляли их, значит, к телевизорам, к этим ящикам подрубали, да? Вот. Камеру поставили, чтоб всё это видно было. Гостей понаприглашали, ну, таких нормальных, не последних людей на районе. Вот. И давай вот это вот скороходить и в хвост, и в хвост, и в гриву. И нормально так скороходить. А потом таки решили, а чё? Мы же не фуфелы какие. Давай, говорит, миру поможем, правильно? Правильно. Вот. И, собственно, начали.